приветствуем вас друзья на канале Даниила и Лариса если вы отдыхали где-нибудь в Турции то наверняка пробовали блюда которые мы сегодня хотим приготовить и навеять вам воспоминания о прекрасном отдыхе в замечательной солнечной стране сегодня приготовим турецкую пиццу как ее называют наши туристы или турецкий пиде это такой пирожок но в общем он похож на пиццу но похож по смыслу а не по форме с фаршем с овощами и также он может быть сыром но сыром это уже не классический вариант я расскажу как это сделать но мы этого делать не будем хотя в общем то и собирались но Лариса сыр чего-то решила проигнорировать в общем я расскажу как я может сейчас и сыра приготовим в общем нам понадобится говяжий фарш если ну то есть говяжий фарш это классический оригинальный турецкий рецепт можно заменить фаршем из нежирной свинины допустим из задней части можно заменить куриным фаршем немножко добавим в него перекрученного сала процентов 10 от массы фарша больше не надо также нам понадобится сладкий перец помидор лук или цебулька острый перчик и естественно тесто вообще все ингредиенты и текстовый пошаговый рецепт вы найдете в описании видео для приготовления теста лучше всего использовать хлебопекарскую муку или пшеничную муку первого сорта если нет муки первого сорта или хлебопекарской муки можно использовать смесь из половины муки пшеничной высшего сорта и половины цельнозерновой муки вот такую вот смесь мы и используем также для приготовления теста нам понадобится сахар соль и сухие хлебопекарские дрожжи все количество вы найдете в описании видео отправляем все ингредиенты в муку и перемешиваем на сухую естественно обсыпаем себя мукой без этого никак вводим тесто теплую водичку температурой 30 35 37 градусов и начинаем вымешивать важно всю кухню засыпать мукой вообще когда готовишь мучные изделия вот у меня с цементом такая история одеваю перчатки одеваю грязную одежду все делаю очень очень аккуратно но все равно цемент будет везде в круге того места из там где я делаю что-то с цементом та же самая история у меня с мукой вначале ложкой вымешиваем стараемся вынесить до однородной массы но так как тесто достаточно я прошу прощения закашлялся так как тесто достаточно густое то дальше его вымешиваем руками вымешивала тесто минуты три получилось это но такое достаточно эластичная собираем его видите то есть она не совсем крутой и не дубовая а такое как мягкий пластилин собираем его в шарик накрываем пищевой пленкой надо же еще найти где заканчивается пищевая пленка вот таким вот образом и отправляем в теплое место на 30 минут достаточно в обычной духовке включить лампочку подсветки далее проводим небольшую пациент процедуру в моем случае она называется блогеры тоже плачет вашим называется трем лук вслед за луком немножко поплакал чеснок чеснок какой чеснок там а ничего там для чеснока захотелось вот я уже начинаю плакать вы можете осмотреть и наслаждаться дотру ли я помидор называется испытания судя по всему затру я дотер полученную массу вместе с соком отправляем наш фарш сразу же перемешаю чтоб лук не так не досаждал фарш должен получиться такой жиденький вполне возможно что нам еще в него придется добавить водички половинку сладкого перца очищаем от семок и теперь нам надо ее очень-очень мелко нарезать просто ну просто настолько мелко что я боюсь даже что у меня не получится порезанный соломкой перец стараемся накрошить на как можно более мелкие кубики ну то что у нас сразу не получится накрошить потом докрошим вот таким вот методом я и скрошил перец мелкие мелкие кубики как видите ту же самую процедуру надо провести с острым перцем с острым перцем будьте аккуратны кто как любит я очень люблю острое поэтому беру половинку стрижка вот исходя из того насколько вы любите острое кто-то может и целый стручок вот я тоже сейчас подумываю о том что половинки мне не хватит будьте аккуратны после того как режете острый перец со слизистыми оболочками не потрите глаз не помыв руки или там чего-нибудь еще что можно потереть руками после перца в общем точно также искрошу его в труху мелко нарезанный перец отправляем сюда же фарш теперь фарш посолим где-то щепотка соли пол чайной ложечки хорошенько перемешиваем это же друзья я сейчас накрою его пищевой пленкой и оставлю фарш мариноваться у нас то тесто подходить еще минут 20 надо раскроется перчик фарш промаринуется хорошо напитается вкусами кстати при желании можно сюда еще добавить турецкого красного перца он такой не сильно острый он дает больше цвет фаршу ну опять же таки это перец привозной с турции можно использовать для цвета обычную паприку до забыл еще одну процедуру фарш суховат получился так как говядина 2 столовые ложечки воды отправлю у нас фарш должен быть жиденький то есть по аналогии как мы допустим в хинкали водичку добавляем фарш чтобы было сочное вот таким вот образом через 40 минут можем приступить к работе с тестом в первую очередь разделим его на нужное количество частей у нас рецепт рассчитан на 4 пиде поэтому делим тесто на 4 равные части далее из всех полученных кусочков скручиваем колобочки вот так вот противень на котором будем выпекать наши пиде присыпаем мукой мы кстати используем тефлоновый коврик с алиэкспресс копеечный если нету коврика надо застелить плод противень пергаментом для выпекания начинаем формировать наши основы для пиде нам надо раскатать тесто овальной формы такой вытянутой ну вот именно основу вот примерно такая основа должна у нас получится перекладываем его но ее на противень для выпекания и сразу же подготовим вторую основу подготовили обе основы и смотрите заполнять основу лучше непосредственно на противень и на котором она будет выпекаться в противном случае вам будет достаточно сложно перенести готовое пиде на противень выкладываем фарш и разравниваем слоем толщиной примерно 5-6 миллиметров до краев фарш не нет не размазываем так сказать надо оставить для заворота немножко место но от лариса сейчас показывает как это надо делать после того как разровняли фарш заворачиваем бортики вот таким вот образом толщина теста кстати я не сказал миллиметра 3 длинные стороны бортиков защипываем формируя такую своеобразную лодочку такое изделие у нас по получилось точно также приготовим вторую и вот смотрите мы для одной приготовили сыр для запекания но сразу сыром не посыпаем посыпать будем уже непосредственно ну в конце готовности духовку разогреваем до температуры 200 градусов вот она меня уже запекала так как разогрелась до температуры 200 градусов отправляем наши лодочки в духовку на запекание на 15 минут при температуре 200 градусов через 15 минут извлекаем пиде из духовки но он еще не готов бортики лепешки смажем растительным маслом ту лодочку которую мы готовим сыром присыпаем сыром и в турции готовят еще еще один вариант с яйцом размешиваем яйцо ну то есть не взбиваем а просто размешиваем его и половинку размешанного яйца вливаем в лодочку расправляем так поверху так можно тоже приготовить но мы уже не стали так далеко заходить вот у нас два варианта отправляем пидешки на запекание в духовку еще на 10-12 минут ровно 10 минут вы выпекались наши пидехи и вот такие красотулечки у нас получились они сочные как видите там вот внутри сок он еще булькает кипит просто просто потрясно друзья подождем пока немножко остынет и будем дегустировать подавать пиде следует на досточки из-за того что их надо вот так вот резать на кусочки режутся они ну как пицца в общем достаточно сложно вот так примерно вот такая вот красота получается друзья если вы будете в тур турции так пиде вам подадут немножко дольку лимона и вот мясной пиде особенно вкусно сбрызнуть соком лимона потом сворачиваем таким образом наслаждаемся это божественно вкусно фарш сочный тесто нежное не оторваться если вы отдыхали в турции друзья то наверняка пробовали пиде и этот рецепт напомнит вам прекрасные дни проведенные на каком-нибудь хорошем курорте а если вы не были в турции попробуйте приготовить и у себя дома воссоздать кусочек этой замечательной страны но вы с ларисой очень любим турцию для нас это страна в которую хочется возвращаться вновь и вновь но мы сейчас говорим о пиде я сейчас уйду куда-то в сторону друзья с удовольствием представляем вам рецепт турецкого пиде или турецкой пиццы как ее называют наши туристы пробуйте приготовить если есть вопросы задавайте в комментариях ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик в общем все как положено спасибо за внимание мы пошли готовить для вас сыры колбаса и вкусный алкоголь всего доброго пока